здорово народ как вы помните у нас прошлый раз я делал короче обозрение обозревание или просто обзор короче вот этого вот кораблика ну соответственно это у нас что это у нас трал кто не знает он у нас для сайда для скумбрии вот для сайда для скумбрии я честно говоря подумал сделать обзорчик на еще один трал который у нас находится вот здесь сейчас его покажу причаливаю много сюда недоступно вот это вот судно называется но текст первый раз у меня с ним не задалось но в принципе сам по себе трал хорош бак у него меньше людей надо ну пишут что 8 человек как это все работает да вот длина судна 80 футов стоит всего 5 миллионов в принципе это не дорого для трава в один из самых дешевых трава если не стоит вот ну и кого-то во первых да в чем плюс он будет абсолютно всю рыбу то есть наш ловит только сайда пикшу все правильно помню дает ловит абсолютно они нифига нашего лица идут риску а этот абсолютно все соответственно год и него огромные как видите но и примерно ловля я думаю понимаете уже какая примерно как на этом суде то есть закинул два раза вытащил готова я подумал что это будет скучновато потому что ну один трал потом 2 трал и думал как-нибудь надо это разнообразить так чтобы это было интересно и решил об чем не сделать обзор на викина викинг пау это у нас драйгер как вы уже помнили наверное да для морских крепежков судно если не ошибаюсь американская куча интересные формы но я подумал почему заходим в банк кредит я не взял специально а видимо зря так ладно для проблем было что когда я заходил в лог порт у меня был один-единственный кредит он был на 20 миллионов что ну если честно не очень надо 20 лямов 17600 в принципе на какой-то серьезный корабль ну наверно столько и надо ну мне столько не надо вот ну и давайте собственно новые суда доступно викинг пауэр на него над шесть человек сейчас посмотрим кто у нас тоже слушать я знаю чего сделаем ну-ка город команда экипаж поезды того папа папа сейчас всех кого не получилось до этого мы сейчас будем прокачивать почему бы и нет так ну давайте но мы сюда сначала то еще все деньги сюда дома это будет фатал перор обучение потому что я уже проходил судно выглядит вот так на самом деле довольно интересно ну давай сразу организации хранилище миллиона движок 65000 радар 50 автопионат трешник вот 300 тысяч прожектор и движок подруги расплатиться все вместе миллион вышли мне еще остаются 8 значит цены на давайте посмотрим гребешек нынче неплохо но я предлагаю что для начала посмотрите на то какая красота вот это вот я вообще не знаю что это это видимо какой телек этом что-то смотрел здесь у нас свет так давайте знаете свет сразу включим весь светло хотя бы тут у нас получается заполнение наших сетей управление прожектором и гудок понятно интересно так это штурвал боковые двигатели газ тормоз из них можно сказать ну в принципе ребят все на своих местах довольно все достаточно удобно и считаю часики вон недалеко можно вот к носу подойти посмотреть что тут как то есть достаточно большое пространство есть вообще абсолютно все даже зоны какая-то для отдыха такая то что такое а не то у нас теперь закрытой рубки здесь отдельно управление идет кран экипажа нет были красавцы хорошо сделаны американский флаг все как положено на американском сумме нос у нас вроде бы небольшой сверху те его не видно но форму выполнить прям свежая красочка все красиво классно давайте на крышу заберемся сначала посмотрим чудо как он наш бортовой номер 129 6701 можно еще выше залезть тут это не знаю с метровой башни что это починить что-то сделать там это вот пожалуйста о треску ловят он то что у нас за судно это танкер какой-то это карбал ну аморолог так спускаемся отсюда давайте посмотрим что у нас тут есть соответственно зона с работой два зона с работой один достаточно прикольно сделано очень интересно тут еще вот отдельный кран есть что тоже хорошо две спасательные шлюпки у нас на задней части корабля так это получается основной экран для подъема вот этих сетей и и погнали вниз немножко не то нажал так можно сюда пройти можно отлично тут у нас ребят занимаются конкретно разделкой ну и всем что связано с морскими гребешками одежда соответственно два входа то есть здесь один вход здесь второй вход в принципе что еще удобно вы когда работаете да то есть у вас вываливают эту сеть вы там гребешки когда сортируете здесь вы можете все ожидать под крышей если что это прям респектуха это прям хорошо так ну и что мы здесь видим в принципе да то что здесь у нас люди раздеваются скорее всего там по идее должна была быть еще дверь но но к сожалению двери там нет я думал тут еще внутреннее помещение именно визуально но они отсутствуют ну и ладно так значит теперь давайте во все тяжкие город экипаж поезда у нас 8 миллионов от на самом деле не так уж и много установка ловушек выборка сети выборка ловушек тоже обязаловка сортировка тоже тем более актуальна выборка дракой надо сортировка грабов так потрошение потрошение заморозка ярус приготовление пищи мне не нужно абсолютно глубоководный ярус нет управление краном по барабану управляешь так управляешь по новой денег тратится как видите просто пипец я решил просто в чем сразу все и прокачать еду ремонт не трубы потому что мне надо кого-то поставить на ремонт поставить мне не хватит ребят денег чтобы всех обучить ладно давайте тогда включу всех тех кто у нас тут есть максимально я не знаю кто нам из экипажа сейчас выпадется уже миллион остался но если честно вообще не хочется думать о том что я тоже не перепадет а давайте кого-то подберем то есть вообще интересно вот это мы там у меня обязательно должно быть на борту сколько я себя помню как быть не присвучит слушать ему мне остался раз два чел два человека структура веса ну и то то другое достаточно новенькие ребята так что в принципе их можно на берег но но мора с мил и мил и команда назад на сумму назад нас все это уже дело теперь заходим давайте в город и бар подсказки серебристых хим блин цена на него конечно хорошие ребята мы немножко этим занимаемся давайте давайте отходим где у нас простите project абсолютно адекватно работают кстати говоря двигатели боковые нету сумасшедшего какого-то крена единственное ребят первое что мне не нравится в длс гребешки первое это то что к сожалению огромным сожалению кстати здесь гребешков сортируют и распределяют просто моментально фигасе шустрые судны так ну даже блин не столько надо вот так делать сколько надо просто переместись куда-то сюда и все и не париться банка банка немецкая прелестно так что я единственный ребят как я всегда и говорю не могу прокачать у чуваков это выносливость не могу прокачать выносливость соответственно самых невыносливых я всегда отправляю работать чтобы когда возникало так сказать нужда в персонале они нормально работали и так вот мы с вами здесь ставим автопилот на пятерку и спокойненько вот здесь вот так вот так вот вот так вот как-нибудь расставляем паутину нашу и пока мы тут работаем кстати баку на сколько там 200 до 200 тонн я не знаю сколько на за часов реального времени работать чтобы заработать 200 тонн ребят честно признаюсь но я полагаю много эта остановка бросить якорь где мои парни и и вы хотите сказать что в этот раз я должен сам что ли этим всем заниматься и стрелы высота да да давай издеваетесь выборка драк един человек давай теперь у нас еще круче все ребята видали у нас один человек занимается двумя кранами Слушайте, любую смотреть на это. И смотреть, какая штука. Сети откидываются просто тем, что наши боковые экраны сдвигаются в бок. И один человек всего работает, все остальные отдыхают. Но я вам скажу, таким образом работать можно... Го-го-го. Ну, сонок, конечно, выглядит достойно, тут ничего не скажешь. Мне даже интересно, как она действительно на больших волнах себя будет вести. Но я думаю, встречные волны ей вообще просто фиолетово. Должна их разрезать, разбивать. Здравствуйте. И теперь начинается то, за что я не особо люблю. С одной стороны, с другой стороны, что мне действительно нравится в морских гребешках. Значит, смотрите. Мы вот поставили чувака, он просто опустил стрелы. Мы включили менюшку, поставили автопилот. По сути, нам больше на этот ключ еще сейчас не нужно. Не знаю, что. То я вот сейчас свет хотел бы. Вот так вот умел. Да, вот так вот так. Опустим перед собой прожектор, чтобы все-таки видеть, что у нас перед нами. Опа. Поднимай. Вот. Во-первых, да, опять о минусах я не помню. Я не сказал, нет, повторюсь. Что мне не нравится в морских гребешках, это то, что, ребят, очень быстро потрошился все и разбирается. Я еще понимаю на первом корабле, который старый баркастер, там это актуально, потому что просто сказать, коран, там, шахтовский такой. Вот. Что касается уже последующих судов, не актуально. вообще. И еще мне не нравится это то, что по сути мы даже 80% набрали сеть, и мы можем ее поднимать вообще как страсти. То есть я не знаю какую-то нагрузку должны, по идее, и выдерживать все наши сети. В общем, много вопросов пройдет. Вон, передали, все. Не нужно разобрались. Как по мне, это странно. Честно признаюсь. Дошли дальше. С одной стороны, да? Плюсы какие? Экипаж вообще не устает, работа идет быстро, без остановок, все хорошо, все зашибись. Ну, а из минусов, ребят, ну, что-то это как-то, ну, чересчурность. Я понимаю, что мы прокачиваем экипаж, но даже, поверьте, не прокачиваем, но любой экипаж делает, но он тоже сам. Это немножко бесит. Продолжаем разговор. Собственно, по 4 тонны у нас 200 тонн. Берем калькулятор, берем 200 тонн, берем 4000 килограмм. Получается, ребята, в сумме нам нужно 50 сетей поднять. Полных? Блин. Ааа, теперь представьте, мы можем идти и наполнять их просто БКД одну за одну, да? Ну, это хорошо. Ааа, можем идти у нас достаточно долгое время не будет. Ну, фига. Вообще. Ну, не такое. Я, кстати, еще обратил внимание, я не знаю, как это работает, но зачастую правая сеть заполняется почти постоянно быстро левая, а наоборот как-то вообще не лево. То есть, с чем такое связано, я без понятия. Вот, кстати, лайфхак. Вот в этой зоне, вот в этой зоне постоянно гребешку. Как-то фига. Не уж. Наоборот воткнул, так сказать, новые поинты. Ну, судно у нас, конечно, слушайте, несмотря на то, что он всего один двигатель. И еще, смотрите, у него, видите, вот этот опыт. Я думаю, он прекрасно защитится от чего-то, от какой-то намотанной лески, либо еще от чего-то такого. Классно сделали. О! Ну, вот видите, то есть, я одной вроде сетью прохожу, она наполнилась оправой, наоборот, по коням. Как-то работает, фиг его знает. Игра называется Южно, Иоанна Фрол Team. итоге и углубки становится тонכ. О! Классно! Игра называется Южно, т.к. и у винице, и намaco pla Vai С Angeles, ェятно слово. у вас цветами, Но зачастую вот если одна сеть наполняется, чуть-чуть проплываешь вперед, наполняется потом полностью вторая. Есть такой момент. Почему у меня, кстати, вот только на простоте объяснение, почему я имею в виду такое вот старое наполнение. Я раздумаю, что это прикосы щиты, разберется в этой ситуации, больше дети из-за правильного момента. У нас тут как видим рыбы. Да фига. Вот сюда бы донным травом, но здесь во-первых одно не очень ровное. Во-вторых 64 метра там ловля от 100, значит сети и глубоководные ярусы с учетом того, что здесь достаточно много донца. Давайте посмотрим как это вообще выглядит. Вот он у нас стоит с этой сначала, он сразу двумя кранами управляет, у него там глубина, все дела, все показатели, связь, если что, спутник, как бы навигатор должен быть, но здесь нет почему-то. И вот мы уже 11800 поймали. И по новой пошли. К сожалению, сейчас еще ночь, в нем как-то все-таки плавать приятнее, честно признаюсь. я вам скажу так, мне вот морской гребешок нравится за то, что геморрой с ним меньше, чем даже с тем же самым обычным тралом. «Если в Баренцевом море у тебя была одна кнопка, чтобы трал поднять, трал поставить, то здесь почему-то надо переключаться и спрашивать. Нафига? Причем именно через меню экипажа. Зачем это нужно? Я не понимаю». «Ну, как по мне, удобнее было бы, если просто, да, вот ты поднял сеть, на кнопку нажал, у тебя ее выбрали, да, сеть на борту, нажал, кнопку ее опустили. Ну, все ясно-понятно. А вот эти вот лишние движения на самом деле только убивают интерес к игре». Тоже самое я расширил бы. да, действие именно для кораболовных судов, действие в плане спектра возможностей. Почему, допустим, ты на кроловном суде не можешь ловить треску? Или, ну, добавить этим кораблем еще какую-то работу, помимо этого, теми же самыми ловушками. Либо, ну, да, делают действительно какие-то задания, если только по перевозке грузов или что-то типа того. «Наверно, да». Тогда актуально, вот так. Хэзэ. Я думаю, чтобы особо видео долгим не делать, я думаю, давайте сделаем так. Сейчас мы еще раз полной сети наберем, загрузимся. вообще я хотел бы хотя бы тонн двадцать. Ну, сейчас сколько? 11-11-800. Ну, ну, вообще две сети, восемь тонн плюс-минус где-то двадцаткой будут. вот. Выловить ее и будет хорошо. То же самое с погодой. Блин, я не понимаю, почему в этой части такое спокойное горе. 800 миллиметров ртура, ну, столба, ну, вроде бы это оно, да, 10 узлов ветер. Плохая погода, хорошая погода, качки вообще никакой. Почему? Ну, то есть вот это мне искренне непонятно. И, ребят, я пробовал выплывать в открытое море, я пробовал выплывать только побережье поближе, посередине поплавал. На одном и том же судне, не подумайте, что я разве суда для этого использовал. Нет, одно и то же судно. Ничего не повинялось. Ну, вообще. И это досадно. И это досадно. И это досадно. Потому что вот тебе интересно, как тот или иной корабль поведет себя на большой волне. Бариться в море, я говорил, было настолько все хардкозе, что когда были большие волны, и ты еще, не дай бог, пошел выбирать сети. ты еще запомнил бак полностью, это капец был, особенно если судно был не особо большой. не особо большой, ребят. Ну, имеется в виду там, ну, блин, за метров 60 где-то. 60, 80, ну, еще уж куда не шло-то. Но 60 это все, это был приговор сразу же. Вот. Ну, а здесь этого нет. Это был на самом деле достаточно хардкорный, потому что я помню, как на таком судне плыл, и были такие случаи, когда оно мне просто с головой под воду уж уходило, и вот в этот момент тебе хочется спросить, блин, а почему здесь такого нет? Я еще надеялся не реализовать, что если уже с головой у тебя судно уходит под воду, то считается, что у тебя судно, ну, пару вас так уйдет, грубо говоря, тогда, и заходят или будут ловить какой-то дамаг по корпусу, после чего просто сломается. Ну, это было бы логично. А этого нет. Это досадно. И вот фишка поведения этих кораблей, она, к сожалению, потеряна. Причем, если кто играл в Баренцовом море, он должен меня понимать в этом плане, что такая активность была в поведении столько разных этих кораблей. ну, действительно, ну, я не знаю, может, первого, после первого сезона у меня более жестко все будет, без понятия. Но там игрушка была действительно оленейна, здесь есть разнообразие, просто отдохнуть на том судне, на котором мне нравится. Естественно, я на малые сюда особо не хочу тратить свое внимание, мне нравится сюда, ну, как вам сказать, мало. Мало имеется в виду какие-нибудь катера там и так далее. Ну, просто работать еще нужно самому зачастую, а это не мое. Неинтересно мне это. Вот. Вот. Небольшая у тебя ездка. Тебе все достаточно автоматизировано, тепло, смотришь кинчик, любишься видами, и это все достаточно прикольно. Пока-пètres. Продолжение следует... Силы вот опять-таки, да, на этом судне тратится не очень много Это плюс Который час, в общем Время почти 6 утра, какого фига так темно? У нас, конечно, извиняюсь за такой вопрос, на какой месяц, на говоря Июль И в июле в 6 утра так темно, вы шутите О, мы начали чуть-чуть переваливаться на волнах, вот смотрите Это одни из самых сильных волн, которые я видел, ребят И это не шутка Ну, если просто это называется вот волнами Это не серьезно Совсем Это же скучно Хочется немножко хардкора, чтобы тебя прям погода вынуждала в порт возвращаться Так, ну, давайте сделаем следующий метр Поднимаем Давайте лишние точки все убираем И просто направимся в сторону порта Хотя не направимся мы в сторону порта Мы просто сделаем вот так Да и это давай тоже поднимай, сразу давайте со всем разберемся И отправимся в тот порт, где мы купили это судно Немножко улучшим там репутацию Потому что ловли в тех краях я практически не занимаюсь Ну и как раз 20 тонн Гребешков мы с вами поймали Ну, чувствуюсь Ну, качка небольшая Ну, офигеть теперь Блин, скучновато Это не правда Я надеюсь, разработчики лучше что-то в плане погоды Еле-еле видно Здесь вот у меня этот прожектор светит И вот опять немножко появляется Потом, когда мы поднимаемся опять Опять тишина Почему мне нравятся опять большие волны? Потому что я могу сесть на малый корабль И прочувствовать вот, блядь, мышек нет Это ж год-то Зато ради чего в такие мышки играешь? Кumin Д quick Редактор субтитров Блядь, шая Тип . причем смотреть я нажал все поднять поднял действительно все все 20 половиной тонн отлично я считаю все господа они не все лифига давайте кто у нас там еще 17 единиц у нас тебе 8 тебе сколько 9 но это тоже где-то страны все-таки давай не льнись иди сюда просто делаю телепорт 14 половины морских миль веревки вернулись на место откуда-то издалека что ж ну и продаем что мы видим ребят за все это время чистого дохода мы получили 743 с всего лишь 20 в 10 раз меньше мы могли бы загрузить соответственно считая репутацию в порту и все остальное загрузил полный бак мы бы заработали где-то семь с половиной серые 8 миллионов я считаю достаточно неплохо если честно это с учетом потому что что я делал сейчас все это время нифига вообще заходим и такие в услуги страховку можно еще оформить и честно вам скажу полностью уничтожить судно это ну блин должно прям совсем не повезти не 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 служба спасения бесплатные буксировки в ближайший порт без ограничений вы сможете бесплатно получить услугу буксировки выбрав годовую оплату не то чтобы не сильно над давать в наличии зачем мне это надо было я не знаю ну раз все сюда полезно начались просто собственно господа по идее вот мы наш долг вернем так достаточно быстро полный бак это 7 миллионов надо 17 дофига очень дофига возвращать будем долг очень долго я думаю то есть мы как раз там придется брать новое судно вот ну что делать ну что делать надо так наверное даже экипаж пока улучшать не буду подкоплю деньги потому что извините выплачивать надо 17 690 у меня еще 8 миллионов если вы вспомните да правил на обучение экипажа теперь вот придется за это всем не расплачиваться давайте пороемся в настройках что здесь есть включайте аналитику аналитика ну пусть будет быстрое перемещение до патруль порта не нужен помощник по управлению снастями можно исчезновение места обитания тоже почему нет и все и все что к сожалению волны здесь не настроишь и это достаточно ребят прискорбно что ж и на этом ужасном разочаровании будем с вами прощаться что ж кораблик ребята классный рекомендую как видите зарабатывать на нем деньги быстро удобно без особых запаров причем и внешне достаточно симпатичный яркий хороший ремонт все дела вот ну и с технической точки зрения тоже достаточно хорош причем я думаю знаете при любых погодных условиях потому что у него мощный движок несмотря даже на огромный трюм у него очень мощный движок будет везде увозить в следующий раз под накопив уже деньги на кредит мы его наконец-то отдать и мы будем уже копить получается травм вот тот который поменьше нашего который я обзорвал в прошлый раз на котором мы сюда приплыли да но который может вылавливать абсолютно всю рыбу я думаю на нем фарм будет просто молниеноснейший но рассмотрим это уже в другом виде что ж спасибо ребят всем удачи и всем пока 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 не